фура швеслав для россии с любовью для вас мое внеочередное видео 61 как мы здесь живем и мы в дороге как вы видите и сегодня я вам покажу что-то очень интересное даже это удивило меня ну что ж кстати когда я приехала в соединенные штаты что меня поразило это то что нету грязи на дорогах но я понимаю что у нас штате где я живу нету дождей 10 сентября был первый дождь с февраля но в кентаке в индиане где мы жили дождей было много но дороги были чистые так вот обратите внимание что обочины у дорог они все заасфальтированы если ты съехал на обочину ты съехал на асфальт значит ты не принес с обочины на дорогу грязь ну в общем вот так вот получается ну а мы едем в соседний штат орегон недалеко 130 километров совсем рядом и мы посмотрим что-то необычное а необычное это парад на диком западе я первый раз такое видела и конкурс красоты среди американских индейцев давайте посмотрим что же это такое я не знала что ожидать от того и от другого ну что ж как всегда на фестивале этот фестиваль в городе пендлотон проходит несколько дней четверг пятница суббота и по моему воскресенье собираются люди соединенных штатов с окрестных штатов с со многих со многих со многих штатов и приезжают на домах на колесах на трейлерах вот посмотрите мы сейчас видим такой вот парк здесь просто много-много таких парков где люди приезжают на несколько дней и живут здесь и ходят на эти фестивали здесь и родео но мы не пойдем в этот раз на родео я ссылку оставлю внизу мы уже были на родео у нас киновик и я показывала вам что такое как это здесь проходит ну вот люди собираются с группами друзья семьями и приезжают вот это мы снимали уже на выезде когда уезжали посмотрите какие огромные парковки армии и трейлеров как я уже сказала пендлтон небольшой городок всего 170 17 тысяч человек мы припарковались и пошли разыскивать улицу где будет проходить все мы бен увидел гостиница которая называется working girls то есть работающие девочки ну мы решили посмотреть что это такое отель был закрыт там ремонт ну бен говорит я не знаю может быть иметь два значения раньше когда-то когда это был действительно дикий запад называлась место где девочки работали все понятно какие девочки а working girls еще может быть женщины работают а мужчины дома сидят назывались working girls так что мы не знаем какое название подходит ну и вот мы на улице где уже установлены палатки на продажу пока многие были закрыты мы приехали очень рано утром мы вчера посмотрели в интернете что в пендлтон проходит фестиваль три или четыре дня родео здесь вообще-то большой стадион родео и конкурс красоты среди американцы американских индейцев и парад ну вот мы сюда приехали и решили посмотреть что же здесь вот такой вот бутик называется в трейлере давайте посмотрим что же там какие интересные босоножки Бен уже пошел посмотреть что там чуть не упала ковбойские принадлежности конечно в наше время не все что вот продается в таких палаточках может быть сделано руками местных индейцев умельцев может быть что-то сделано да не может быть а точно что-то там малайзии в китае ну вот интересный рюкзак где он сделан мы даже не смотрели не знаю но красивый конечно многое сделано руками индейцев здесь есть копирует как у них кооперативы или что-то а здесь mountain bear ford blacksmith это кузнец blacksmith кузнец по-русски ну вот этот мужчина делает посмотрите выковывает топоры ножи и вот он бену говорит что он это делает все своими руками без всяких там машин ири и и вот у него вот здесь вот это вот приспособление где он это и выделывает выкавывает мы ему говорим что после парада мы подойдем сюда и я хочу снять он говорит конечно конечно я включу все и покажу вам но мы забыли совершенно забыли подойти теперь уже поздно а здесь готовят еду начинают готовить еду потому что люди прибывают и бен говорит барбекю а он говорит да вот это вот я и думаю что это будет барбекю пошутил вот готовят еду заглянули мы в духовку там очень много уже мясо готовится еще не открыто он бы ну сказал а здесь лимонад и курица еще что-то там рис ну и конечно как же без ковбойской атрибутики прежде чем я покинул дикий запад надо мне купить такую шапку на память который палаточки уже открыты некоторые еще не открыты конечно а посмотрите какое интересное платье оно привлекло больших внимания как его надевать кто его будет надевать ну кто-то видно надевает а здесь очень интересные куртки замшевые кожаные и бен показал мне что говорит это куртки специальные для ношения оружия внутри ну и вот продавец показала нам это 160 долларов каждая куртка это вот там хранится наган и все приспособления для запасные магазины для как называется по русски для нагана ну мы конечно похвалили что нам нравится но интересно курточки очень классные это вот они здесь делают это не в китае а здесь и вот она говорит еще одна такая же куртка и я обнаружила что-то внутри наган у нас были большие проблемы но и вот безрукавка тоже для нагана и я я говорю я пойду наверное на день рождение подарю такую бёрзды thank you you're welcome мы на главной улице этого городка и вот приближается на лошадях девушки скорее всего индейского племени может быть среди них будет бьюти конкурс красоты я не знаю интересно я такого никогда не видела и парад здесь будет но вот пока девять часов должен быть конкурс красоты как я сказала среди американских индейцев вчера он было сегодня продолжение как мы поняли но я не знаю что было вчера на этом конкурсе красоты я не нашла никакую информацию там может быть они в чем-то соревновались я никогда не видела конкурса красоты среди американских индейцев и тем более на лошадях ну вот посмотрите какой же он конкурс красоты среди американских индейцев вот кстати она вышла победительницей в этом корп конкурсе как я уже говорила они соревновались и вчера и и я в интернете нашла сегодня фотографию вот с этого конкурса посмотрите вот что они там делали я не знаю и главный индеец в середине может соревновались вышивки или в чем-то не знаю вообще пендельтон очень интересный городок небольшой посмотрите мое видео я вам оставлю ссылку в прошлый раз мы снимали здесь ну а вот сейчас уже мы приехали сюда не просто посмотреть городок а с целью посмотреть что же здесь происходит что за фестиваль это наверное последний второй день последний в соревновании они они представляют свое выступление на лошадях и и с одежду для лошадей и для себя ну холодно у меня даже руки дрожат поэтому я была удивлена как же бьюти конкурс красоты будет право их проходить в купальниках наверное холодно будет но вот видите они одеты даже я не знаю в меха не одет что они там одеты очень много меха навешаны на лошадях ну это они очень гордятся как я поняла вот тем что они делают молодые девушки ждут какого-то сигнала и им доверили их племя доверила представлять свой как свой род на конкурсы красоты но это же большое доверие а вот это вот наверное жюри они смотрят и оценивают видите записываем по каким критериям отбирают ну вот видите у них там номера это номер четыре там вот номер пять и то есть как они может держаться в себе или что вот люди ходят с бумажками с и записывают ну и вот мы решили поговорить с одной участницей Бен спросил она не против если я запишу и Бен спросил про лошадь что это не ее дедушки лошадь и живет она кстати в нашем штате штате Вашингтон и живет она в деревне в индийской деревне там не резервация она говорит а деревня она назвала но мы не поняли как какое название и там где то пятьдесят шестьдесят домов в этой деревне Бен говорит ну не очень большая она говорит ну как ну в каждой в каждой семье много людей и ей пятнадцать лет всего мы говорим поздравляем надеемся ты выиграешь и мы вот поговорили с этой девушкой ей семнадцать лет и она тоже выиграла вот две выигравшие были и Бен спросил это ты делала вот это украшение она говорит нет это от моей бабушки осталось то есть вот посмотрите как переходит из поколения в поколение все эти украшения и они действительно очень гордятся тем что они вот это делают ей семнадцать лет ну и вот фотографию я нашла вот эти вот две девушки они выиграли и надпись принцессы счастливого каньона ну а мы ждем парад и люди приготовились поставили стульчики вокруг по краям дороги пока здесь никого ну можно пройти я потеряла бена не знаю где он а он шел за мной и потерял меня ну вот и парад уже почти готов парад почти готов начинаться это полиция чего они здесь делают не знаю но стоят посреди дороги вы обратили внимание конечно на одежду вот посмотрите как эта группа людей одетов во все ковбойское ковбойский прикид как бы на русском языке сказали люди очень многие одеты в ковбойские шляпы ковбойские сапоги я вам говорил что у меня тоже есть ковбойские сапоги и это вот банк и президент банка объявляет о начале парада он наверное деньги не наверное а денег дал для организации этого парада и начинается снесение флагов флаг соединенных штатов конечно в самом начале и вот в этой тележке гранд маршал это как в россии в каждом городе есть уважаемые люди которые сделали много для города которых все уважают и вот здесь вот гранд маршал 97 лет ему он еще участвовал в великой отечественной войне был пилотом в великой отечественной войне ну а здесь уже флаги всех штатов 50 флагов 50 штатов и бен нашел кентаки штат эээс флаг ну и каждый город каждый город имеет какой-то фестиваль есть фестиваль фестиваль клубники фестиваль кукурузы а здесь фестиваль фестиваль родео вот это девчонки которые участвуют в родео сейчас вы их видите и родео здесь называется раунд ап почему раунд ап что это значит в старые времена когда у ковбоев был скот но не было никаких заграждений они отпускали скот гулять делали клеймо на ухо или я не знаю там куда то еще клеймо ставили чтобы потом найти свою скотинку и в конце сезона они собирали чтобы нужно было собрать скот чтобы продать и вот это как сказать сбор скота вместе назывался раунд ап как давайте закругляться все уже пора продавать скот ну и вот родео называется раунд ап то есть в конце сезона когда все уже на полях убрано проводят фестиваль и большое показательное шоу с быками с лошадьми о посмотрите какая интересная повозка а это пожарники это наверное их современная машина они выезжают на вызов когда пожар случается молодцы сохранили ну а сейчас идут индийские племена здесь несколько индийских племен и конечно вы знаете что вождь индийских племен племен вожди только носили вот такие вот шляпы с такими перьями вождь это чиф называется ну вы спросите а кто же организовывал все это ну во первых местная государственная государственная организация городская и 150 150 в таком маленьком городе коммерческих организаций которые все это организовали банки предприниматели и очень много конечно волонтеров и это конечно очень нужно городу привлекает туристов значит привлекает деньги и престиж я бы ну говорю в россии такого не увидишь бен говорит ну и во многих американских городах и поселках люди этого не видели я бы ну говорю пошлю твоей сестре пусть посмотрит она такого тоже не видела обратите внимание дороги еще дорога еще чистая относительно чистая и вы посмотрите что случилось в конце с этой дорогой лошади очень красивые конечно и вы обратили внимание много молодых людей очень много молодых людей то есть от поколения к поколению традиции и умения навыки передаются ну это конечно здорово и как я вам уже не раз говорила они этим гордятся не стыдятся а гордятся и конечно вот то что на них одета на индейца это все сделано их руками не в китае это все сделано этим племенем все настоящее купить можно но продается продается но стоит конечно я думаю очень дорого но многое они не будут продавать даже это перейдет к их детям зачем же продавать не все продается и не все покупается посмотрите посмотрите это смешная тележка чупа чупсы за щекой и раздают да кстати вы заметили раздают конфеты в толпу бросают конфеты ну такая традиция а это тоже тоже как какие-то уважаемые люди которые сделали много для города и не только сделали много для города но и они участвовали в родео много заслуг в родео у них для них ürd здорово и и э А это Родео Оркестр. Оркестр Родео. Можно, когда мы ходили на Родео в Кенневик, мы видели там оркестр. А здесь Пендлитон Оркестр Родео. Ну, в России тоже были в старые времена повозки, не было автобусов, и повозки от станции до станции возили людей. И вот это такая же повозка была здесь. Можно было купить билет и ехать до другой станции. А это губернаторский эскорт. Губернатор не платит деньги за это, государственные, и не получает за это государственные деньги. Это все на добровольной основе. Людям это очень интересно. Они приезжают на Родео, на всякие фестивали и проходят. Это для них как честь. Это как губернаторский эскорт. Не лимузины, а это губернаторский эскорт. А это королева. Она когда-то стала королевой или принцессой Родео. То есть она принимала участие в Родео, и она выиграла какое-то выступление. А здесь, ну здесь есть конгресс и сенат. Так вот, конгрессмен и сенат. Сенат, сенат уже проехал. Мы, я забыла его показать. А это конгрессмен из Вашингтона. Ну вы представляете, это конгресс и сенат, как Дума. Как Дума? Ну представляете, кто-нибудь из Думы, без охраны, вот на такой дороге. Да и это трудно представить. И кстати, когда я приехала сюда, Бен говорит, да вот неделю назад пошел в универсам и смотрю, Митч МакКоннелл тележку катит в универсаме, продукты набирает. Вы знаете, кто такой Митч МакКоннелл? Он из Кентакки вообще-то. Ну представляете, кто-то из Думы, кто-то там, я не буду называть имена, просто-напросто идет в магазин и покупает себе продукты. Я Бену говорю, ну а как люди реагируют? Он говорит, да я часто его вижу, у него дом здесь, родной дом недалеко. И люди не обращают внимания, они стараются не обращать внимания, не смущать, не навязывать свое внимание. Ну в общем, реагирует нормально, нормальный человек. Пришел покупать продукты, ну и что, что это Митч МакКоннелл? И я кстати, когда Буш был президентом, он приезжал в Луи-Вилл, выступление там какое-то было. Человек 100-150, и Бен говорит, хочешь пойти? Я говорю, пойду. Я говорю, ну ладно, пойду. И я работала в магазине, отпросилась на несколько часов, меня спросили, а что ты будешь, куда ты идешь? Я говорю, да Буш приезжает. Да, говорит, Буш приезжает, а что он здесь делает? То есть, людям наплевать, ну президент, ну приезжает, ну приехал и уехал, что он здесь делает? То есть, нету никакой подготовки, не красят тротуары, дома. Посмотрите, как лошади вышагивают. Бен говорит, их специально учат так шагать. Смотрите, так. Здорово. Это президент университета Орегона. Ну вот, едет на повозке, президент университета. Как по-русски, это ректор университета. Представляете, ректор МГУ едет на повозке. Дороги уже становятся грязнее. Еще вот одна такая повозка дорожная. Когда-то на ней люди ехали от станции до станции. Какая же красивая лошадь и наездница. Это все не простые наездницы. Они участвуют в Родео, и они выиграли когда-то соревнования. У них звание Мисс Принцесс. А вот эта вот повозка уже городская. Это не между станциями, а в городе такие применяли. У нас, по-моему, тоже в России я видела на старых картинках такие. А здесь можете посмотреть, как путешествовали, не то что путешествовали, а передвигались с востока на запад. Люди вот в таких вот вагонах. Вагон называется в повозках. И с быками. Запрягали быков и ехали. Это какая-то коммерческая организация. Она и проезжает, они и деньги дали, и проезжают сами по этой дороге. Ему интересно поучаствовать. Лошади, конечно, класс. Кстати, это из другого города, Люистон, из Айдаха приехали люди. То есть, некоторые на такие фестивали передвигаются с места на место и за год участвуют в пяти, шести, семи фестивалях. Им интересно поучаствовать. Ну и передвигаются люди, приезжают. Мол, уши интересные у Мола. Вала-Вала, это из Вашингтона, из нашего штата. Помните, я ездила туда, мы ездили туда. И у меня есть видео. Вала-Вала. Все навезут. Еще одна принцесса. Королева Родео. И приближается начальная школа. Не начальная школа, прошу прощения. Просто, вообще-то, я говорила, что начальная школа, но я уже вам говорила, что школы здесь разделяются. И школы отдельные. Начальная школа, отдельное здание. Средняя школа, отдельное здание. И хай-скул, то есть старшая школа, тоже отдельная. А вот здесь вот очень интересно. Смотрите. В старые времена, если обнаружен золото, еще что-то там, нужно перевозить. Так вот, такие маленькие лошадки или это мулы, 20-30 из них перевозили вот такой вот груз по стране с одного конца на другой. Ну, а вот это вот старшие классы школа. И они предоставили свою, свой оркестр. И они пытаются теперь сделать небольшое overwhelm. Еще одна королева Родео. Дорога становится грязнее и грязнее. Посмотрим, как она будет выглядеть в конце и что буду делать с ней. А это, кстати, из Вашингтон-стейт. Вашингтон-штат. И это Трай-Сити. Ричланд Кеновик и Пасхо. Из нашей местности. Университет. Наш местный университет. Королева Родео. Фермеры. Дети и взрослые раздают конфеты. Видно такая традиция, я не знаю, я первый раз такое вижу. Я держала камеру, не могла взять конфетку, так мальчик положил мне ее в карман. И еще одна школа, старшая школа, представляет свой оркестр. А это, посмотрите, какая смешная тележка. А это, посмотрите, какая смешная тележка. И маленькие мулы, ослики. Эти быки не участвуют в Родео. Это дикие быки, но они одомашненные. А в Родео участвуют действительно дикие, отверевшие быки. Так нужно, наверное. А это представляет почту американскую в старые времена. Вот та тележка, которая уже прошла. А Бен говорит, как мне жалко этих маленьких лошадок. Везут таких огромных людей. Наверное, устали, бедные. Еле-еле бегут. И детишки на маленьких лошадках. Девочка отстала. Мальчик очень увлекся раздачей конфет, даже язык высунул. А это очень интересно. Шериф Поссе. Здесь у нас в России районы, а здесь каунти. И на западе каунти районы очень большие. Очень большие. И в старые времена там был только один шериф. Ну, а Дикий Запад, если кто-то совершил преступление, представляете, один шериф едет, должен найти этих преступников. Так вот, у него в разных местах были помощники, депюти. И бесплатно. И он им сообщал, что вот надо поймать таких преступников. И они помогали. Но сейчас, конечно, такого нету, чтобы эти депюти, бесплатные волонтиры помогали ловить преступников. Но вот такие люди, как вот этот вот мужчина, который был на лошади, они все равно помогают. Есть такие люди, которые помогают в каких-то празднованиях. Если что-то случилось, пожары какие-то, они тоже волонтируют, тоже помогают. А здесь, посмотрите, какие подковы на лошадях. Первый раз такое вижу. По-моему, им даже трудно идти. Вот там слева лошадь, она даже хромать начала. А может, они специальные, я не знаю. Ну, а это повозки. Смотрите, шесть лошадей везут повозку. Представляют, как выглядели повозки в старые времена, когда первопроходцы приехали в Америку из Европы. Вот Бен мне сказал, что в 1850-х годах они использовались. Дорога уже унавожена больше, чем было в начале. Ну, конечно, представляете, сколько лошадей прошло по этой дороге. Очень красивая упряжка на лошадках. Голубая, на белых лошадях. Ну, это все какие-то организации, коммерческие организации. А, это, кстати, как училище. Четыре лошади вместе везут повозку. Это грейдер. Старый грейдер. Разные, совершенно разные лошади. Очень красивые. Это фермеры, которые привезли эту, сохранили эту старую тележку. Привезли сюда, чтобы показать, какие были старые тележки первопроходцев на этой земле. А, конечно, они подкрашенные. Смотрятся лучше, чем они были когда-то. Это просто бочка для воды. Вообще, такого парада я никогда не видела. Я очень рада, что мы приехали сюда. Мы собирались приехать завтра, в субботу. Бен говорит, да поехали на парад. Ну, поехали. Какие же красивые лошадки. Посмотрите, какие у них ноги. Это пивная компания. Производят пиво. Вот эта компания производит пиво. В Пендлотен, здесь, в городе. Ну, а это просто снова водовозная тележка. Возили воду, наверное, на поля. Поливали. Снова шесть лошадей. Это огромное приспособление. Я сначала не поняла, зачем оно, что это такое. Ну, это как срубали лес и вот бревна тянули. Вот на таких вот приспособлениях. По-моему, в России были другие, не с такими большими колесами. Я никогда не видела таких больших колес для того, чтобы вот тянуть лес. Ну, и это еще одна тележка, которая показывает, какие пыли. Ну, и я очень, ну, и я думала всегда, а как же будут убирать, что случится с этой дорогой. Ну, и вот вы слышите интересную музыку. Музыка, которая используется обычно в цирках, на фестивалях. И едет небольшой трейлер, который тянут две лошадки. И там играет музыкальный инструмент, который называется калайопи. Это последняя тележка, а за ней едут уборочные машины. Все убирают и все чисто. Ну, что ж, на этом я заканчиваю мое мне очередное видео. И следующее видео будет очередным. Мы продолжаем путешествовать в Санкт-Петербурге, во Флориде. Не пропустите мое видео. Если вам понравилось то, что я вам показала, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем всего хорошего. Пока!